Быстрее, выше, сильнее? Или внимательнее, индивидуальнее, интереснее? Какие принципы преподавания физкультуры нужны современным детям? Как сделать так, чтобы урок не заключался только в беге, прыжках и бросках мячей? Об этом рассказал Дмитрий Решетов. Сейчас я подхожу к решению определенных задач на уроке, в частности, все-таки с индивидуальным подходом к детям, понимая их индивидуальную потребность, в том числе самой основной физиологической потребности к движению. И для того, чтобы ребенок хотел этого сделать, моя задача не заставить его, а то, что как раз-таки он бы сам этого хотел. Наш герой подчеркивает, что не умаляет четкой структуры и методики, заложенных ранее в преподавании физкультуры. Однако основной задачей он считает не просто научить ребенка правильно двигаться, а замотивировать его на познание мира с помощью движений. Я предпочитаю с детьми играть. Игра очень понятна ребенку во всем. У нее есть четкие правила игры, да, как в обществе все, все как в обществе. Ну, мы можем точно так же ее усложнить, ее упростить. И самое главное, что ребенку это всегда нравится. Это высокомотивированная составляющая непосредственно игры. Те, кто сразу могут оценить работу учителя – его воспитанники. Вот как о методах преподавания Дмитрия Решетова говорят ученики. Мне в уроках нравится то, что он постоянно придумывает разные классные идеи, учит нас очень много новому. Мы научились играть в волейбол, в пионербол, в баскетбол, в футбол. Ну, то есть продолжает нас учить. Дмитрий Николаевич себя очень по-доброму ведет с нами. Он хорошо с нами общается. И я буду рад, если он всегда будет с нами. Что можно представить, если в одном предложении соединить слова «мяч» и «физкультура»? Футбол и баскетбол? Вышибалы? Нечто подвижное и не требующее особой сосредоточенности? Дмитрий Решетов может ответить на этот вопрос по-другому. В его арсенале есть методика, в которой используются мячи. Вот только необычные. Вообще это, на самом деле, игра. Ну, игра, которая помогает вам становиться внимательней, что-то запоминать быстрее, концентрировать свое внимание. Это очень важно. В методике используются вот такие мешочки. Они разных размеров, наполнены таким приятным веществом. И вот такие вот разноцветные мячи. Это упражнения, в которых важно не только совершить необходимое движение, но и уметь слышать ритм, подстраиваться под партнера и действовать одновременно. А еще, по словам Дмитрия Решетова, методика может стать способом для заучивания, например, дат, стихотворений или таблицы умножения. Дважды шесть. Шестью два. Молодец. Своё видение преподавания физкультуры наш герой смог продемонстрировать на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья-2021». Он состоял из нескольких этапов и проходил на базе Серпуховского губернского колледжа. Спасибо директору Александру Ивановичу Лысикову. Было все на первого... Было просто превосходно все. Дети замечательные. Учителя сопровождающие замечательно. Консультанты замечательные. Все четко организовано. Ну, действительно, я прям очень-очень этому безгранично рад. Хотелось бы, конечно же, поблагодарить Министерство образования Московской области, сказать спасибо. В первом этапе конкурса учителя показывали учебное и внеурочное занятие. В последнем Дмитрий Решетов выделяет два основных элемента – умение находить общий язык с детьми и методическая грамотность специалиста. Моё внеурочное занятие отметили, особо отметили при подведении итогов вот этого первого этапа. Я прям фанат, являюсь процессом команднообразования. И я попытался сделать это во втором классе. То есть я взял второй класс, и мы с ними позанимались, в том числе использовал методику БАВЭКС. И у нас это получилось. Они просто дети великолепны, конечно. Они ответили мне на многие вопросы и подвели, и рефлексию мы закрыли на ура. К внеурочному занятию конкурсанты готовились дома, а вот тему для учебного получали в ходе профессионального соревнования. После первого этапа осталось 15 специалистов, которые прошли дальше. Второй тур заключался в проведении мастер-класса и участии в педсовете. По словам Дмитрия Решетова, именно последнее испытание стало для него наиболее сложным. Нам дают всем сразу три темы. Мы ночью готовимся. Никто не знает, кто пойдет в пятерке в первой, во второй или в третьей. И с какой темы он пойдет. И вот какой-то массив знаний нужно в себя запихнуть, если он, если его нет, нужно что-то подумать. Вот эта ночь такая была прям, такая активная. Подготовка днями и ночами, напряженная работа над улучшением материалов для выступлений дали свои плоды. Наш герой вошел в пятерку лучших специалистов. При всем моем характере спортивным, быстрее, выше, сильнее, в первую очередь я хотел, я хотел выступить достойно. Ну вот и на каких-то моментах я получал удовлетворение. А повторюсь опять же, жюри оценило меня по достоинству, я этому безограниченно рад. Ему помогло свой ум, умение, сила, доброта, сила воли. Я отношусь этому хорошо, то, что он молодец, пусть продолжает в том же самом духе. Его сила, его ум, храбрость и смелость. Однако на этом история конкурса для Дмитрия Решетова не заканчивается. Впереди у него заключительный этап – беседа с министром образования Московской области. От этой встречи зависит, увидит ли пущенцы своего земляка в списке тех, кто отправится покорять всероссийский конкурс. Ксения Франзин, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.